Море – ее стихия. В Севастополь Марина Калиновская переехала из Подмосковья. Говорит, это была давняя мечта. Здесь есть свобода для жизни, свобода для творчества. Мы ищем камни с выемками, чтобы туда могла поместиться рыбка. Вот этот подойдет. Вот такой. Сюда как раз поместится небольшая золотая рыбка. Думаю, будет хороший подарок кому-нибудь. Вдохновение она черпает в общении с природой. Материалы для творчества находят прямо на побережье. Мелкую гальку и ракушки для декора, крупные камни-чаши, в которых после появится морская композиция. Все это отправляется в небольшую мастерскую художницы. Здесь начинаются настоящие чудеса. Многие думают, что рыбка не нарисованная, а резиновая. Либо настоящая, мертвая, версии разные. Но на самом деле она нарисована. Рыбка нарисована с использованием техники объемной живописи. Эпоксидная смоле. То есть здесь рыбка есть, здесь ее нет. На спинках рыбок можно разглядеть мельчайшие чешуйки. На свету они играют с золотистыми переливами. Удивительная реалистичность. Таких работ за два года Марина создала уже более сотни. Некоторыми из них можно полюбоваться в севастопольских галереях и в аквариуме музея. Сначала было увлечение аэрографией, которой девушка теперь занимается профессионально. Когда захотелось освоить что-то принципиально новое и необычное, она открыла для себя объемную живопись. Начинала я рисовать в такой технике корабли, море. Потом увидела в интернете, что один японский художник рисует такой же техники рыбок. И решила попробовать. И у меня это получилось. Поэтому сейчас я вам покажу процесс. В мире всего несколько человек рисует такой техники. Зародилась она в Японии. Довольно кропотливая работа, очень мелкая. Вооружившись тонкой кистью и акриловыми красками, Марина приступает к работе. Рассказывает главный секрет в многослойности. Объем выстраивается постепенно. На застывшую поверхность прозрачной эпоксидной смолы ложатся первые штрихи. Поверх вновь наливается смола. Застывает она долго, потому вновь к работе можно приступить только на другой день. Слоев приходится накладывать десяток и больше. На создание каждого шедевра уходит от десяти суток. Я рисую не только золотых рыбок, а еще синих. Трабулек. Планирую еще каких-нибудь освоить. Посмотрю, какие у нас водятся в Черном море. И, возможно, нарисую какую-нибудь самую красивую. Пока в мастерской Марины Калиновской рождаются небольшие сувениры. Но в ближайших планах художницы попробовать себя в создании объемных цветочных композиций, а также освоить изделия крупных масштабов. Например, она уже работает над эскизами мебели, главным элементом декора которой будет имитация горных ручьев. Населять их будут разноцветные рыбки. Творить на любимую водную тематику можно бесконечно, говорит Марина. На занетке еще масса интересных идей. Наталья Данилова, Юрий Реутин, Андрей Беженцев, Севинформбюро.